Гомель Для себя ставим задачу внедрения информационных технологий на пассажирском транспорте. С февраля месяца начинается пилотный проект по оплате проезда с помощью смартфонов. Также мы ставим перед собой задачу продолжать обновлять подвижной состав, как грузовые, так и пассажирские автобусы. Парк автобусов действительно нужно обновлять. Почти половина машин имеет срок эксплуатации свыше 10 лет. В прошлом году за счет бюджетных и спонсорских средств в Гомель облавтотрансе приобрели 63 автобуса. Однако этого явно недостаточно. В конце концов, речь идет о безопасности. Есть здесь и еще один нюанс. Новые машины нужны и для оказания туристических услуг. В конце прошлого года предприятие открыло маршрут в расположенную в Национальном парке Припятский резиденцию Деда Мороза. Председатель облсполкома Геннадий Соловей дает еще одно поручение. Разработать так называемые патриотические маршруты. На Гомельщине много знаковых мест, связанных с Великой Отечественной. Это Красный Берег. Сейчас будет создаваться, и мы обратились к всем нашим организациям по меморальному комплексу в Осетлогорском районе Алла. Это и Багратион, это на сегодняшний день Лоевский район, да и другие районы. И в продолжение туристической темы. Сейчас в первом автобусном парке началась реконструкция автобуса «Икарус». В Беларуси машин такого класса больше не осталось. С просьбой сохранить автобус в прошлом году к руководству предприятия обратились гемельчане. На линию «Икарус», конечно, не выйдет, но работать будет. Станет обслуживать экскурсионные маршруты. Кстати, несмотря на 30-летний возраст и пробег более чем в 2 миллиона километров, в целом автобус сохранился неплохо. Двигатель, коробка, мосты, все исправно, все на ходу. Переварим кузов, и он пойдет опять в эксплуатацию. Посещение председателем облсполкома автотранспортного предприятия завершается встречей с коллективом. Геннадий Соловей подчеркивает, сегодня необходимо проводить оптимизацию пассажирских перевозок. И эта встреча – возможность услышать мнение специалистов. Полупустые автобусы в дневное время, низкая окупаемость перевозок, отсутствие единого оператора услуг. Здесь действительно есть над чем работать. Автобус, троллейбус идет на 30% загруженный, но потом только время пика, они все наполнены. Для того, чтобы не создавать конкуренции, должен быть один оператор. Я говорю, пускай и грузоперевозчик, пускай и заказчик будет в лице, или это будет какая-то определенная компания в городе. Поэтому мы над этим работаем. И я думаю, в течение этого года мы решим вопрос. Для того, чтобы оптимизировать, потому что горэлектротранспорт, только 59% компенсируется населением, возмещается затрат. Сегодня автобусным парком где-то под 70%, хотя наша садится задача уже подойти к 90%. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.